На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Увидела, как коллега ворует. Доказать не могу, доносить не хочется. Как быть? Ну, я думаю, что здесь, наверное, не ответ, а, скорее всего, размышление на эту тему будет. Потому что, если мы берем юридическое понятие воровства, как тайное хищение чужого имущества, это одно. Но, с другой стороны, помните, как в 30-е годы колоски, которые собирались с полей, у власти тоже вызывали желание прекратить грабеж и воровство. Но мы же понимаем, что люди несли себе в дом то, что валялось уже на полу и никому не нужно было. И они пытались накормить свою семью. Но власть расценивала, и люди расценивали, и даже те, которые сдавали этих людей, они расценивали это как воровство и считали себя в праве пресечь противоправные действия. Это одна сторона медали. С другой стороны, был такой источник права, кодекс царя Хамурапи. Там очень было интересное положение, что если кто-то обвиняет другого человека в преступлении и не может это доказать, то он попадает под санкцию преступления, под которую подводил человека. Обвинил человека в убийстве, не смог доказать, тебя убили. Обвинил человека в воровстве, не смог доказать, тебе отрезали руку. В чем обвинил человека, в том, ты сам получаешься виновен. Есть еще одна сторона этих обстоятельств. Вот вы знаете, когда человек видит грех другого человека, только в том случае, когда внутри его этот грех существует. Да, он может быть нереализован, но он уже внутри его есть. Так вот, то же самое, когда в человеке есть грех, тогда он этот грех видит в другом человеке. Когда внутри тебя греха нету, то всякий, который рядом с тобой находится, это образ Бога, а поступок, это уже следствие греховного существа. И поступок, и человек, это не одно и то же. Человек может покаяться, и поступок свой загладить, и возместить. А образ Бога, как в нем был, так он и остается. Поэтому человек спрашивает, как быть, доносить он не хочет. Я думаю, что в Евангелии от Матфея есть замечательная такая строчка. «Если согрешил брат против тебя, подойди, обличи его между тобою и им одним. Если послушай тебя, то приобрет и брата твоего». Можно, если вам на самом деле кажется, что происходит противоправное действие, которое приносит вред окружающим людям, организациям, обстоятельствам, то стоит об этом поговорить с человеком. Но опять же, не думайте, что если на самом деле это происходит, человек встретит вас с покаянным лицом и распростертыми объятиями. Вы попробуйте выйти на улицу, не подойти к любому курильщику и сказать ему, что он мучает свой организм, тратит свои собственные деньги и портит окружающую среду. Ну, ничего доброго с этого не получится, потому что курильщик не страдает от своего греха, он наслаждается своим грехом. То же самое любой человек, который совершает грех, он наслаждается своим грехом. И даже не те, кто страдает клептоманией, а просто человек, который совершает какое-либо противоправное действие. Так вот, в Евангелии есть продолжение. «Если не послужит, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а эти церковь не послушают, то будет тебе как язычник и мытарь». Вот, в любом случае, я думаю, что... Вот сейчас вспомнилось обстоятельство, когда в афонском патерике описывается, как одному послушнику казалось, что из кельи старца выходит женщина. И он раз ее видел, два ее видел, а потом пошел и игумену рассказал. На самом деле, никакой, конечно, женщины там не было. Ну, вот так вот дело может устроить, что человек будет подозревать человека в каком-то противоправном действии, а на самом деле его не будет. Я думаю, что в любом случае надо начать с того, о чем говорит Евангелие. И если вам на самом деле кажется, и это происходит неоднократно, то лучше подойти к человеку и напрямую ему об этом сказать, что вот, брат, мне такое впечатление создалось, что ты своим действием приносишь нам вред. Этот вред юридически выражается в формуле присвоение себе чужого имущества, что есть воровство и карается законом такой-то санкции, либо другим какими-то словами, но деликатно и понимая, что на самом деле, может быть, это не так. Может быть, какое-то другое обстоятельство, которое вам неизвестно, существует между вами и им. Если он вам объяснит, для чего это происходит, то, может быть, ваше ожидание утешится и удовлетворится чувство справедливости. Но, с другой стороны, любое противоправное действие, оно, конечно, есть зло. И, в первую очередь, с любым злом нужно бороться с помощью молитв. Помоги всем, Господи. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Внеси свой вклад, оцени. Субтитры разработал DimaTorzok Спасибо. Продолжение следует...